В матче 26-го тура первенства футбольной национальной лиги крылья Советов разгромили Енисейск-Красноярска со счетом 4-0. Самарцы не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на шестой минуте. После подачи углового мяч в сетку ворот соперника отправил Иван Сергеев. На 13-й минуте любимец болельщиков Егор Галенков с центра поля прошел по флангу и отдал голевую передачу Сергееву, который хладнокровно забил еще один гол. Этого Ивану показалось мало и на 34-й минуте он оформил хит-трик. Окончательный счет на табло установил Дмитрий Цыпченко с передачи Ивана Сергеева 4-0. Волжане одержали красивую победу на классе и отправились на заслуженный отдых. Мы с самого начала начали создавать голевые моменты, их было достаточно много и хорошо, что уже в первом тайме мы повели с запасом и наверное это все было по делу. Наставник Енисея коротко прокомментировал исход встречи и поздравил Волжан с победой. Были моменты, которые мы могли забить, но хозяева были лучше сегодня, более мотивированы. За игрой на Самаро-арене наблюдал губернатор Дмитрий Азаров. После матча глава региона рассказал о кадровых перестановках в руководстве клуба. В состав совета директоров крыльев советов вошел Сергей Аракелов. В дальнейшем мы будем в первую очередь говорить о тех лучших практиках, которые мы имеем, о нашей финансовой компетенции, для того, чтобы это все передать футбольному клубу крыльев советов, для того, чтобы клуб был более эффективным, чтобы клуб занимал видное место в российском футболе и самое главное всегда радовал жителей Самарской области. По словам губернатора, в дальнейшем крылья советов будут развиваться и прогрессировать. Для этого созданы все необходимые условия. Вспомните, несколько лет назад, постоянная задолженность по зарплате, не выплаты, не устойки. Клуб все время на грани того, что отнимут лицензии. Нет такого давно. Все возможности созданы, уникальные. Бажно, чтобы теперь игрой ребята подкрепляли это. Следующий матч волжане проведут в 2021 году на выезде против Химок. Игра 1-8 финала Кубка России запланирована на 21 февраля. Анатолий Головко. События. Анатолий Головко. Продолжение следует...